Друзья, всем привет! Вы на канале Сергей и Валя Грачевы и мы сегодня затронем немножко авто-мото-тему. Почему? Потому что через нас заказали интересный товар для того, чтобы можно было заряжать аккумулятор на автомобиле или на мотоцикле. Или просто восстановить ваш аккумулятор, которым вы дома пользуетесь. Ну мало ли, где вы используете аккумуляторы. Речь не идет о маленьких, а реально о серьезных, вот о таких аккумуляторах идет речь. Мы тоже сегодня протестируем, как работает данное зарядное устройство. По сути, оно собой представляет, напоминает фактически блок питания. Раньше были зарядные устройства с катушками, большие. Я помню у деда, у тестя. А вот это аккуратное, маленькое. И здесь есть импульсный режим, вот где звездочка нарисована. А оно может поднять даже такие хорошо посаженные или в мороз, когда он фактически уходит в аут, так называемый, аккумулятор. В комплекте идет вот все, что вы видите. Приходит оно вот в такой простой упаковке. Запаковано все примитивно. Да, в принципе, оно и безымянное. Нет никакого названия фирмы. Просто вот собирают, ребята, внутри по отзывам и по разборкам, которые есть в интернете. Качество хорошее. Для тех, кто хочет посмотреть, может найти в интернете, написать именно зарядное устройство. Цена его 17,98. Я покупал его за 18 с копейками. Ну вот какая цена, время от времени. Написано вон, 19,98 зачеркнуто. Ну и по сути, это зарядное устройство, как здесь пишется, для разного типа аккумуляторов. В описании можно более детально ознакомиться. Очень много покупок, отзывов. Многие купили, многие добавили в желание. Ну и среди тех, кто купил, были и мы. На нем есть следующая информация, с которой мы сейчас ознакомимся. Кабель питания от 220 вольт, он работает приблизительно около 90 сантиметров. Также здесь у нас с обратной стороны многожильный провод, который выдерживает до, как здесь указано, до 20 вольт. Ну, чуть больше 20 вольт, соответственно, выдержит. Но не так вольтаж важен, как сила тока. Сила тока здесь выдерживает больше 3,3 ампера. То есть практически 3,5 ампера. Ну и этот провод у нас уже подлиннее. Этот провод у нас будет 1,5 метра. На конце у нас имеются вот такие вот два крокодила. По факту эти крокодилы помогут нам, даже не снимая там клеммы или еще что-то, или какие-то там другие у нас приспособления. Захват. Захват здесь, ну, под большой указательный мой палец смело заходит. Зажим очень крепкий и плотный. Устройство имеет также защиту. То, что сейчас я вам покажу немножко на тестах, а дальше покажу, что оно еще умеет. Ну и вот сейчас в деле уже наше зарядное устройство. На нем явно видно, что первый индикатор внизу показывает, что это он под питанием. Далее он определил автоматически, что к нему подключен аккумулятор от мотоцикла. И когда только мы переключаем, сразу загорается вот этот вот индикатор. Ну, могу вам продемонстрировать. То есть мы отключаем сейчас. Здесь у нас все потухло. Сейчас я подключаю, смотрите. Так, включил. Клеммы на месте. Теперь здесь ничего не говорит. Вверху это индикаторы. И нажимаем. Он определил, что аккумулятор идет практически заряженный, не разряженный полностью. И есть заряд, и он его дозаряжает. И указано, что первый индикатор на мотоцикл. Конечно, мы можем дать больше ампеража. Здесь у нас информация, какой вольтаж идет для автомобиля. Вот цифра 3, Car Mode. И 12 вольт, 3,3 ампера. Но на мотоцикл, аккумулятор для мотоцикла нужно 12 вольт, 0,8 ампер. Вот он, этот режим у нас сейчас и стоит. Конечно, можно его и переключать, но нежелательно. Спустя 4,5-5 часов, приблизительно так, возьмем 5, у нас перешел он в режим заряженного аккумулятора. То есть, уточняю, что этот режим, это говорит о том, что аккумулятор заряжается, это заряжен полностью. Устройство перестало греться. Температура небольшая, около 40 градусов во время заряда. Может 42 дотягивало. А сейчас уже остывает. Аккумулятор заряжен. Ну, судя из информации, которая там поступила. Ну и в принципе, можно ставить в мотоцикл, в наш ежак. Вот такие вот небольшие тесты мы провели. А теперь подключаем его к сети. Посмотрите, что происходит. Загорелось у нас индикаторы. И показало у нас, что идет питание. Теперь давайте попробуем просто-напросто замкнуть. Когда мы замыкаем, то по сути устройство раньше могло искрить. Сейчас посмотрите, что происходит на табло. Замыкаю. И у нас выдало информацию о том, что здесь допущена некая ошибка. Как вы видите, оно перезагружается. Защита здесь есть. Что бы ни случилось, оно не сгорит. Защиту оно имеет. По факту можно реанимировать даже севший аккумулятор с помощью данного устройства. Компактное. Кстати, давайте взвесим его. Приблизительный вес у него 228 грамм. Не будет занимать много места ни у вас в сумке дорожной, ни в автомобиле. Аккуратно сложили. Корпус у него из хорошего ABS пластика такого. Есть прорези, как будто бы здесь должна быть вентиляция. Но по факту ее здесь нет. Устройство во время работы немного греется, но перегрева не наблюдается. Поэтому я рекомендую данное устройство. Думаю, что это не последний обзор из авто-мото темы. Потому что хочется что-то, чтобы вам тоже было интересно. Потому что часто обращаются к нам, заказывают разные товары. Уверен, вам не трудно будет оценить наш видеоролик лайком. Смотрите другие наши видеоролики, которые здесь есть в конечных подсказках. А я с вами прощаюсь до нового видеообзора. Всем спасибо. До новых видео. Пока.